Давайте начнём с определения, что такое интоксикация. Ин – внутри, токсикация, отравление. От слова – токсины, яды. Получается, что интоксикация – это отравление внутри. Возникает вопрос, что значит отравление внутри? Что это за токсины, которыми можно отравиться внутри? Когда мы получаем отравление через какие-то продукты, поступившие к нам извне, то есть с пищей или другими факторами, это понятно, это отравление. А как же возникает отравление внутри, не связанное с пищей? Интоксикация – это отравление именно тем, что содержится уже внутри, то есть внутренним содержимым организма или тела. Когда и как это происходит? Происходит это следующим образом. Про интоксикацию речь в основном заходит, когда мы касаемся темы очищения организма. И на моём канале я очень много говорю на тему очищения. С этого и начинался мой блог. И один из наиболее популярных способов очищения организма – это методика Марва Аганян – условное голодание. Так вот, когда человек практикует условное голодание, и если он не подготовлен, если он не представляет, что на его пути может возникнуть такой грозный враг, как интоксикация, то часто он попадает в очень неприятные, крайне неприятные ситуации, из которых выбраться довольно тяжело. Симптомы интоксикации обычно настолько яркие и тяжёлые, что перепутать их ни с чем другим просто невозможно. Давайте перечислим, что это за симптомы. Это сильнейшая головная боль, причём она приходит по нарастающей. Сначала это не боль, а скорее давление на голову, как будто бы вашу голову сжимают железным обручем. И чем дальше, тем сильнее. Если вы не приняли никаких мер, то головная боль достигает такой сильной степени, что терпеть её просто нет никакой возможности. Хочется, попросту говоря, просто лезть на стенку и выть от этой сильной боли. Тошнота, рвота, озноб, температура может быть, очень большая слабость, тремор, панические атаки и некоторыми другими симптомами часто сопровождается самая настоящая интоксикация. Теперь давайте разберёмся в причинах. Когда человек просто задаётся целью, чтобы почистить себя, заняться очищением организма, это уже понятно, что у этого человека накопилось немалое количество токсинов в его организме. В противном случае он бы не задумывался о теме очищения. Но, как правило, когда количество токсинов и шлаков превышает нормы допустимого, человек начинает просто очень плохо себя чувствовать. А откуда берутся эти токсины и шлаки, которые вызывают отравление? Это накопленные сечением жизни яды. Некоторые из них мы поглощаем прямо в непосредственном виде ядов с грязным воздухом, грязной водой, с лекарствами. Очень большая часть ядов образуется внутри организма, внутри кишечника, в первую очередь, тонкого кишечника, из-за тяжёлого, смешанного и изобильного питания. Когда поглощаемая человеком еда не может полностью расщепиться, то в результате вот такого неполного расщепления пищи в кишечнике происходит процесс ображения и гниения, что сопровождается выделением ядов, токсинов и шлаков. Это добро человек носит в течение многих лет и десятилетий в своём теле. Но однажды наступает момент, когда ему надоедает это всё в себе носить, именно из-за плохого самочувствия, из-за накопившихся болезней, из-за плохого внешнего вида. И он принимает решение, что пора заняться очищением организма. И вот на таком зашлакованном состоянии и с организмом полным ядов, токсинов, человек начинает активно заниматься очистительными практиками. Что происходит в результате этого? А происходит то, что вся эта лавина токсинов, которая до поры до времени копилась в укромных уголках тела человека, под воздействием практики очищения, то бишь под воздействием условного голодания, начинает дружно проситься на выход. То есть со всех своих укромных мест собираются эти шлаки и токсины и начинают с помощью лимфатической системы выбрасываться в различные выделительные системы. Потому что шлаки и токсины выводятся через выделительные системы. Но то они и выделительные, чтобы что-то выделять. Это и кишечник, и мочевыделительная система, и кожные покровы, и дыхательная. Так вот, тело современного человека, оно, как правило, бывает неподготовленным к такому массированному нашествию токсинов. И если эти токсины не выводятся своевременно через эти выделительные системы, а они не могут так быстро покинуть тело, потому что оно сильно зашлаковано, то происходит обратное всасывание. То есть организм выбрасывает с помощью лимфатической системы токсины в кишечник, но из кишечника и из других выделительных систем эти токсины вовремя не выводятся. И получается, что эти же самые яды, которые организм так тщательно собирал и направлял в отходы, эти же самые яды снова проникают в кровь, и кровь разносит эти же яды вновь по всему организму. Только теперь воздействие этих ядов в разы сильнее, потому что они находятся в большой концентрации. То есть они сошлись в одно ядовитое русло, они скопились в одном приёмнике, например, в кишечнике, но оттуда не были вовремя выведены. И поэтому происходит обратное всасывание. И вот тогда человек страдает именно от внутреннего отравления своими же собственными ядами. То есть интоксикация – это отравление своими ядами. С этим явлением я встречалась и сама лично несколько раз, и в том числе я наблюдала, что у многих, у очень многих моих подопечных была точно такая же картина. То есть интоксикация накрывала на определённый день, как правило, это бывает где-то в начале первый, второй, третий день условного поголодания, интоксикация обычно накрывала людей неподготовленных по полной программе. И длилось такое состояние, если не знать, как с ним справиться, то длится оно довольно долго, то есть может несколько дней длиться. И в течение этих нескольких дней человек просто готов чуть ли не расстаться с жизнью, ну или в лучшем случае вызвать скорую помощь, потому что сам он просто не понимает, как можно жить дальше в таком состоянии. Настолько это невыносимо. Почему я сказала, что раньше я с этим сталкивалась, а теперь я с этим не сталкиваюсь? Потому что оказывается, есть довольно простое решение, как избавиться от интоксикации. И не только избавиться, но и не допустить её. И это решение настолько простое, что мне просто нужно рассказать об этом, чтобы каждый, кто смотрит это видео, взял это на вооружение и больше никогда в жизни не испытывал такое тяжёлое состояние, как интоксикация, отравление внутренними ядами. Итак, что же это за простой способ? Смотрите, мы рассуждаем логически. Когда человек становится жертвой интоксикации, то есть когда его ткани терпят жёсткое соприкосновение с большим количеством ядов, под влиянием этих токсинов ткани человека сильно спазмируются. Но это очень естественно, потому что организм как-то должен реагировать на воздействие ядов. И он реагирует. Это и боль, и тошнота, и другие симптомы, которые я перечисляла. И всё это происходит на фоне сильнейших спазмов. По-другому наши ткани просто не умеют реагировать. Это, знаете, можно с чем сравнить? Когда к вам прикасается что-то неприятное, ну или что-то такое враждебное, мы поневоле съёживаемся, как бы скукоживаемся. Вот примерно то же самое происходит с нашими тканями. Яды – это крайне неприятная штука, это мягко сказано неприятное. А быстрее всего это штука, которая угрожает жизни человека, потому что это яды. А яды – это всегда близко к смерти. Так вот, ткани начинают скукоживаться, спазмироваться. И в результате этого внутри происходит очень мощный глубокий спазм. И на фоне этого спазма начинаются сильнейшие головные боли, потому что спазмированные мышцы пережимают кровеносные сосуды. И когда происходит вот такое тотальное пережатие кровеносных сосудов, организм страдает уже не только от интоксикации, но ещё и от тотального голода, потому что он перестаёт питаться. То есть кровь перестаёт снабжать питательными веществами ткани человеческого организма. И это ещё одна угроза жизни. И организм от этого входит в ещё больший коллапс. Мало того, что он отравлен, но он ещё и жутко голодный, потому что идёт пережатие кровеносных сосудов. Костояние оно становится ещё более ужасным. Кроме того, вот это спазмированное состояние мышц, оно пережимает не только кровеносные сосуды, но ещё и лимфатические. И вместо того, чтобы эти яды выводить, мы становимся стоячим болотом, потому что заспазмированные, зажатые лимфатические сосуды не позволяют ядам двигаться, и эти яды продолжают оставаться в нашем теле. И мы в течение нескольких дней можем находиться в таком состоянии, когда у нас всё внутри спазмировано, всё пережато, и у нас всё стоит буквально. И находимся в состоянии коллапса. На самом деле, в таком состоянии человек может даже умереть, если он ослаблен, если у него есть какие-то тяжёлые хронические заболевания. Именно поэтому эта тема такая важная. Так вот, представьте, чтобы просто избавиться от этого крайне тяжёлого состояния и привести себя очень быстро в порядок, нужно применить что-то, что позволит снять вот эти глубокие спазмы по всему телу. Как вы думаете, что может человек применить, чтобы снять вот эти глубокие спазмы? Этим средством, которое помогает снять мощные спазмы в организме, является эфирное масло мяты перечной. Мята перечная уже очень много веков назад зарекомендовала себя именно как мощнейший спазмолитик, то есть средство, которое позволяет снимать спазмы. Я говорю сейчас об эфирном масле, масле мяты перечной терапевтического класса. Просто вы должны понимать, что эфирные масла бывают разные. Есть масла синтетические, то есть произведённые с помощью химических процессов и человеческих рук в лабораториях. То есть это аналоги натуральных масел, но это аналоги искусственные. И ими, конечно, не только не снимешь интоксикацию, ими, наоборот, можно ещё и усугубить состояние отравления. Есть также полусинтетические варианты, когда берётся часть натурального эфирного масла и часть искусственного. Они соединяются и делают как бы такую обманку. Эфирное масло, которое похоже на настоящее, но по сути оно таковым не является. Я говорю только о натуральных эфирных маслах, которые на 100% являются маслами терапевтического класса. Все терапевтические масла, а их на самом деле не так уж много на нашей планете, потому что буквально считанные единицы компаний производят масла терапевтического класса. И одна из таких компаний – это компания «Дотера». Я пользуюсь в своей практике именно эфирными маслами компании «Дотера». Так вот, те компании, которые производят такие масла, имеют соответствующую документацию, сертификат, так называемый сертификат CPTG, что означает, что это как раз и есть документ, подтверждающий терапевтический класс эфирного масла. Эфирное масло мяты перечной можно употреблять и внутрь, и применять наружно, и ингаляционно. Мы просто берем лакон мяты, мы начинаем им, этим маслом, дышать самыми разными способами и с ладони, и с помощью диффузора, и просто распыляя его в помещении. Мы наносим это масло себе на виски и, в принципе, на любую часть тела, на живот очень хорошо наносить, потому что эфирное масло проникает в кровоток даже через кожные покровы. Потому что молекула эфирного масла очень маленькая, и она липофильна, то есть она сродни жирам, и она проникает сквозь жировую оболочку клетки прямо внутрь неё. Также эфирное масло мяты перечной можно применять и внутрь. Мы можем пить с водой одну каплю, мы можем просто прижимать палец с маслом к нёбу, и тем самым способствуем снятию спазма сосудов, которые отвечают за кровоснабжение головного мозга, тем самым мы снимаем сильнейшую головную боль. Причём эфирное масло действует буквально за считанные секунды и минут. И как только мы начинаем чувствовать первые признаки интоксикации, то применив сразу эфирное масло мяты перечной всеми тремя способами, мы избавляемся от интоксикации за считанные секунды и минуты. Вот, оказывается, как просто можно избавиться от интоксикации. Достаточно иметь в доме один флакон эфирного масла мяты перечной, натурального стопроцентного эфирного масла. Во флаконе, который имеет объём 15 мл, находится примерно 300 капель. На один приём внутрь, например, мы берём одну каплю. Представляете, сколько порций эфирного масла находится в одном флаконе? 300 порций. И прикиньте, сколько раз в году вы делаете очищение организма, и прикиньте, на сколько времени вам хватит этого флакона, чтобы всегда быть в безопасности с точки зрения интоксикации. Но это ещё не всё. У эфирного масла мяты перечной настолько широкий спектр применения, что вы будете пользоваться этим маслом не только во время очищения организма. Эфирным маслом мяты перечной можно пользоваться буквально каждый день. Поскольку она является спазмолитиком, она очень хорошо подходит людям, у которых вообще просто частые головные боли, частые желудочные боли, поскольку её можно и внутренне, и наружно, мы можем её и на живот наносить с базовым маслом, и пить воду с эфирным маслом мяты, и дышать ею. А ещё она очень хороша при температуре, когда поднимается температура, можно вообще не принимать жаропонижающие, а обтирать тело водой с парой капель мяты перечной и при этом себя довольно хорошо чувствовать. Когда вы стали жертвой вируса, у вас насморк, кашель, вам помогает перечная мята, она раскрывает дыхательные пути и облегчает дыхание и помогает выводу мокроты. Опять же, потому что является сильным спазмолитиком и помогает отхаркиванию мокроты из дыхательных путей. Очень хорошо в жару, в духоту, если у вас душ на помещении или это жаркий день, вы можете просто обтираться водой с маслом мяты. И это очень хорошо охлаждает тело, поскольку содержится в большом количестве ментол в эфирном масле мяты, то как раз этот ментол и помогает охлаждать тело. Есть еще очень много способов применения эфирного масла мяты перечной и эти способы не являются тайной. Они доступны и я охотно ими с вами поделюсь. Хорошая новость состоит в том, что эфирное масло мяты перечной можно получить в подарок. Я готова подарить флакон эфирного масла мяты перечной каждому, кто захочет пройти комплексное обучение о том, как не попадать в состояние интоксикации. Одно дело, когда мы купируем приступы интоксикации, но другое дело, если мы вообще даже не позволяем ей развиться. чтобы не стать жертвой интоксикации от слова совсем, нужно правильно готовиться к очищению организма. То есть это не то мероприятие, которое следует проводить с бухтой и барахтой или как бомб с головой. На самом деле здесь есть методика подготовки и есть такие тонкости и нюансы, которые нужно соблюдать, они касаются и питания, и приема адсорбентов. Если знать все эти тонкости, то вы не только не станете жертвой интоксикации, но вы гораздо успешнее пройдете ваш курс очищения и достигнете результатов намного быстрее и намного эффективнее. И кстати эфирное масло мятоперечное вам тоже будет в этом помогать, потому что это масло, которое способно притуплять чувство голода. А вы знаете, что на условном голодании у многих людей чувство голода мешает им полноценно жить. То есть они мучаются, испытывают вот эти неприятные ощущения внутри себя, когда хочется что-то в себя закинуть, а нельзя, потому что на условном голодании находишься. Так вот, вдыхая аромат эфирного масла мятоперечной, мы контролируем чувство голода. То есть оно просто притупляется. Вот смотрите, сколько всяких положительных качеств у этого масла, я просто вышлю вам ваш флакон мяты после того, как вы купите себе этот тренинг. Причем продается он сейчас со скидкой 50%. 50%. Чтобы узнать все в подробностях, что это за тренинг, как его получить со скидкой 50%, и как при этом еще получить в подарок эфирное масло мятоперечной, пройдите пожалуйста вниз в описании к видео, и нажмите первую ссылочку, посмотрите подробности, и жду ваших заявок на обучение, и после оплаты обучения сразу смотрите на электронную почту, потому что придет письмо, в котором я попрошу вас сообщить ваш домашний адрес, куда я вам с удовольствием вышлю эфирное масло мятоперечной, и заодно вместе с флаконом масла вы получите все инструкции и все методы применения, как ее можно использовать в вашей повседневной жизни.